итак друзья подписчики всем привет я всех приветствую на своем канале это очередная распаковка посол сайта алиэкспресс на этот раз ко мне приехала задняя панель и задняя крышка я взял себе пак для моего телефона meizu mx4 вот сейчас я продемонстрирую сразу же да за сколько надо доставлено было за 16 дней приехала получается я даже удивился кстати мне пришло sms уведомления на телефон то есть так для меня это впервые на самом деле вот забрал я сегодня субботу то есть хотя мог и забрать в принципе в пятницу скорее всего но не стал короче туши ламы мне короче было после работы ехать вот сейчас короче сразу вам покажу почему я вообще заказал вот вы сейчас видите на своих экранах в каком состоянии была крышка задняя крышка моего телефона да вот видите внизу какая здоровая щель это щель кстати было с самого начала покупки этого телефона именно поэтому я попросил частично возврат денег а также за заднюю камеру там была пыль но потом она со временем куда-то короче испарилась это даже сайте очень хорошо не пришлось его тащить в северный центр чтобы там скрывали заднюю камеру и выдещали вот что касается задней панели вот сейчас вы опять же можете видеть да вот красными кружками я обозначил те места где трещины образовались и получается некоторые винтики провалились внутрь вот после того как я вскрывал крышку когда вот кстати да вы можете кстати видеть сейчас новую батарею на этом телефоне я уже объяснял почему я не могу придем аст не смог продемонстрировать замену батареи да и также не смогу сегодня продемонстрировать замену задней панели и задней крышки для свой телефон плаш я снимаю обзор я вообще обзоры на телефон вот да пока что так камеру я пока себе не приобрел у вас собственно все места вы посмотрели да то есть провалили кстати винтики из того что я как я вскрыл для замены аккумулятор до крышку заднюю заднюю панель вот и после этого маленькие белые вставки они просто как сказать раскрутились да то есть и все и они обратно туда не вставляется с нижней части внутренней части телефона вот короче говоря вот так вот в принципе как сказать не обязательно демонстрировать вот эту заднюю крышку да и заднюю панель на самом телефоне мы просто сейчас посмотрим с вами чтобы на месте были все защелки вот и на задней панели вот на задней крышке что касается не крышки вот и на задней панели чтобы все были целые разъемы под винты да вот кстати вот видите какая до упаковка до вот такого вида у нас упаковочка довольно простенькая вот так вот все короче открывается вот кусай с моей какие-то тупы у нас получается удах пырочка пупырочка так видим короче нам китаец прислала вот такие вот инструменты до побыстрее мне бы уже купить камеру короче в туши как вы можете виды фокус не всегда срабатывает да это порой бесит очень сильно хорошо ладно вот такую вот отверточку прислал китаец до что-то сегодня особенно плохо с фокусом в общем в общем вот так вот так вот так вот у нас все вместе лежит тут ничего нету ну и разумеется ничего принципе не должно быть за дело отлично захопал заявись так это все отставим вот и сразу можем посмотреть вот так вот выглядит задняя часть моего телефона вот такого же цвета абсолютно такого же цвета задняя крышка моего телефона так сегодня что-то у меня фокус гонит просто ужас просто просто какой-то пиздец если честно вот наконец-то телефон очнулся так главное он короче взял да и вот так вот просто прилетел ну вот в принципе сейчас посмотрим аккуратненько короче снимаем так ну смотрите на самом деле да вот мы видим короче все эти вот боковые да вот эти вот защелки они они эти боковые защелки все присутствуют то есть это говорит о том что они все будут закрываться по сути это все на самом деле можно даже не демонстрировать на телефоне то есть я бы обязательно короче и взял бы снял бы старую да и поставил бы вот эту крышку да но блин я записываю на телефон обзор вот что я говорил да про заднюю панель которые сейчас у меня находится на телефоне вот допустим берем вот этот где вот винтик стоит а у меня на задней панели так вот этого часть вот это вот белая штучка до вставка втулка она как раз таки вот здесь вот отломилась да и просто ее очень тяжело поймать обратно там на самом телефоне то есть если даже поэтому я просто их выкинул да и винты самое главное винты поставил обратно то что винтики пришлось бы потом где-то докупать вот а также кстати как мне кажется мне придется некоторые моменты вот сюда вот прилеплять самого телефона то есть какие-то шлейфы до для вспышки да вот это вот как раз место для вспышки это для камеры да как вы поняли это вот для sim-карты да то есть ну короче там определюсь на самом деле думаю ничего сложного не будет вот это место под динамик вот это вот вместо здесь динамик получается вот слушайте ну как вы сами видите да все идеальненько панель вместе с крышкой стоит дешевле чем это все брать по отдельности поэтому по сути как вы видите да все пришло в идеальном состоянии никаких нету ни царапин не потертости то есть вот ничего нету или чуть такое увидите а ну есть небольшая такая вот то ли царапина то ли чего и такое но это вообще не критично салют тем более что у меня в чехле в таком знаете жестком кейсе задняя часть телефона поэтому она все равно заговниться то есть блин как бы со временем все это говница по чуть-чуть помаленечку шоркается стирается вот короче в принципе я всем доволен то есть сейчас буду как раз таки этим заниматься менять вот с этими вот шлейфами до разбираться что куда идет вот с этой старой панели до с этого телефона да как раз буду снимать и все это ставится да так ну раз у нас фокус заработал да сейчас покажу туда вот эти хреновины да смотри-ка в вот такая вот синяя хрень и знаете как будто что-то разглаживать да вот так вот то есть что-то не знаю короче для чего нужно смотрел отвертки в принципе ну эти отвертки мне сильно не нужны как у меня набор отверток есть с хорошим металлом получается да и все вот кстати можно кстати сразу сказать недавно был обзор да как раз предыдущий обзор на эту мышь да хочу сказать да сразу то что вот это вот левая кнопка да она нажималась с таким знаете некий неким зазором то есть так сейчас мы короче отключим чтобы я вам ничего не дотыкал вот то есть слышите да практически не слышно до этих клавиш вот да куда-то вот клавиша да получается нажималась как ее нажимаешь до щелчок дожимаешь до конца и тогда нажимается так легко вот то есть был какой-то некий зазор короче я полностью разобрал боялся сломать лучше эта мышка полностью как сказать полностью пластмассовая прям ну пластмасса тонкая капец просто ужас вот в этих местах здесь есть белая такая хреновина до белая пластмасса и в этом месте был зазор прям побольше намного побольше чем здесь я обе эти стороны внутри просто взял и посадил на клей все то есть и зазор убрался то есть вот пожалуйста все нажимается одинаково теперь кстати удивился почему одинаково зажимается пушья эта сторона не сильно было с зазором да это сильно а нажимается обе одинаково ну то есть в принципе ну как бы я допилил эту мышку теперь мне все нравится то есть все кстати срабатывает очень быстро очень классно вот как бы я довольно сейчас остался ну да блин руки как бы из правильного места растут почему бы не допилить вот хотя кстати говоря я могу еще часть денег вернуть либо полную стоимость просто мне китаец сказал то что отправь пожалуйста видео да на мою почту и типа мы решим вопрос ну посмотрим короче говоря что касается вот как раз у нас сегодня же обзор про заднюю панель и крышку мне все нравится буду менять короче говоря в принципе все классно то есть по деньгам вообще копейки стоит разумеется вот так что товаром я доволен вот кому понравился обзор ставим лайки да пишем в комментарии вот и всем спасибо за просмотр все пока